Словно сказочный парусный корабль, какая-то волшебная сила занесла его в эти поля. Да так и застрял здесь этот деревянный храм. Много чего повидала за свои 320 лет нелаская церковь. Много чего выдержала. Только вот от людского безразличия теперь ее силы на исходе. Напомнить Волокжанам об уникальном памятнике решили череповецкие музейщики. И запустили целый проект под названием «Храм на ангельских крыльях». Он выиграл международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива». В рамках проекта «Храм на ангельских крыльях» уже прошла выставка архива нелаской церкви, которая у нас была на втором этаже в художественном музее. Вот здесь, на первом этаже, воплощена идея самого автора, но воплощена она в видение художника Елены Логиновой, которая действительно сделала нечто необычное. Всего лишь два зала. В них собраны работы тех людей, которые проблему разрушения старинных церквей воспринимают как свою личную боль. Образ нелаской церкви пытались и пытаются воспроизвести художники, народные умельцы, в том числе и наши земляки. Так в центре экспозиции на зеркальной поверхности, точно по воде плывет нелаская церковь в исполнении Валентина Поклода. А вместе с ней плывут еще два храма, которых уже нет на свете. Их уберечь люди не смогли или не захотели. Сейчас неласкую церковь пытаются сохранить, как это принято говорить, всем миром. Недавно поставили забор силами неравнодушных волокжан, косить траву приезжают студенты Вологодского госуниверситета, а реставраторы пытаются привлечь федеральное финансирование. Пока безуспешно. Каждый год наша организация, Вологда реставрация, подаем заявки на финансирование. В прошлом году подавали, в этом году опять-таки заявочная кампания до июня месяца проходит. И по выделению денег федерального финансирования будут выполняться работы. А пока внимание к проблеме разрушения уникального памятника привлекают доступными средствами. И выставка в Череповецком художественном музее в этом ряду мероприятие не единственное. В этих краях, где стоит церковь Успения, есть еще одно святое место – источник. Там была найдена икона Успения Божьей Матери. И сегодня здесь, и в этом храме, и на этом источнике прошло богослужение в честь праздника, именуемого в народе 9-я пятница. В рамках проекта «Храм на ангельских крыльях» организаторы планируют провести мастер-классы по росписи, научную конференцию, посвященную 320-летию Нелаской Церкви, чтобы помнили, чтобы спасли этот сказочный парусник, приютившийся на Череповецких просторах.